Сегодня, да, у нас новый шаг в борьбе с коронавирусной инфекцией. Три человека пока, вот еще на сегодняшний момент, дальше еще идут по спискам. Это исключительно врачи. И врачи ковид-госпиталей, которые непосредственно контактируют с больным, составленные списки Этическим комитетом Министерства здравоохранения. И лица, которые изъявили это желание непосредственно добровольно, так как вакцинация сейчас добровольна и в последующем будет оставаться добровольной. Лица, которые больше по возрасту, пошли у нас первыми. Вакцинация началась. Я думаю, что она будет успешной. Она двухкомпонентная. Следующую прививку надо будет сделать через месяц. За этими пациентами будет идти исключительное наблюдение. У них есть паспорта вакцинации. Они будут заполнять. Это врачи. Они смогут грамотно оценить свое состояние. Но непосредственно к ним будет прикреплен врач, как бы друг, который будет также контролировать эту ситуацию. В последующем у нас уже намечено получение 2040 доз. По этим каналам холодовой цепи с минус 18. Мы опробовали вот этими вакцинами это движение. Оно удачное. И выбрали одну из лучших поликлиник города Старатово. Вторую городскую. Да, наиболее адекватно расположенную в центре. По распоряжению Министерства здравоохранения России это исключительно одно должно быть сейчас учреждение. И оно будет вот этим прививочным центром. Вам вводится вакцина Гамма-Ковид. Флакон перед введением вакцины ни в коем случае стряхнуть нельзя. Наклоняю ее слегка, набираю вакцину. Затем произвожу смену иглы. Вакцина вводится в третью часть наружной поверхности плеча. Я врач, я знаю необходимость вакцинации населения первой. Во-вторых, я уверена в заработках наших ученых и в своем организме тоже. Вводится вакокон внутри мышечных. Вакцина, которую мы прививаем сегодня медицинских работников, это вакцина Гам-Ковид-Вак. Вакцина двухкомпонентная. Она разработана институтом имени Гамалеи. Требуется тщательный осмотр, сбор анамнеза, осмотр врача-терапевта перед вакцинацией, затем проведение вакцинации, наблюдение пациента в течение 30 минут после вакцинации. Мы сейчас проводим прививки также против сезонного гриппа. Стандартная процедура, осмотр пациента перед прививкой, выяснение наличия у пациента различных заболеваний, острых, хронических, иммунодефицитных состояний и так далее. Для того, чтобы врач имел возможность оценить возможность проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. Здравствуйте. Проходите. Я сам работаю в палатах институтной терапии, в реанимации, и я вижу, насколько тяжело протекать заболевания, как тяжело пациенту. Особенно тяжело, когда пациенты погибают. Наблюдать ты ничего себе не можешь. Совершенно безболезненная процедура. Единственное, что здесь используется, игла от 5-граммов, упаковка внутримышечная. А так, в основном, прививки делают инсулином, мешкарисаемый в основном. Сегодня медицинские работники находятся в полном смысле этого слова на передовой борьбе с коронавирусом. И наш долг, наша обязанность показать населению, что прививаться нужно, что это обезопасит вас и ваших близких от этой напасти, минимизирует риски заболеть этим заболеванием. Сам я работаю в реанимации уже пятый месяц. Я вам скажу, очень тяжело протекает заболевание. И если есть хоть какой-то шанс снизить эти риски, им надо обязательно воспользоваться. И сегодня я хочу сказать своим примером, я считаю, от государства это подарок, показать, что нужно это сделать. Вот данные по нему. Вот они вписаны. Серия, номер, дата, доза.